В программу праздничного гала-концерта вошли лучшие выступления участников Всероссийского фестиваля конкурса фольклорного искусства «Забавы вокруг печки». В течение двух дней несколько сотен вокалистов состязались в трех номинациях – фольклорный театр, соло и ансамбль. В Заречный приехали конкурсанты из Ульяновска, Сызрани, Тамалы, Старой Каменки, Бессоновки, Пензы. Наш город на фестивале представляли коллективы и солисты фольклорного отделения детской школы искусств. Я думаю, этот отличается конкурс участников гораздо больше. Его проводили два дня, а как бы они один. И участвовала я там как бы три раза сольно, с ансамблем, еще и спектакль показывали. В номинации соло участники исполняли по два произведения. Одной из композиций, которую выбрала для выступления Зареченка Настя Горюткина, стала так называемая «Календарная песня». Она связана с определенным временем года. Настя завоевала звание лауреата первой степени в возрастной категории 10-12 лет. Еще одна воспитанница Зареченской детской школы искусств София Борзова выступала в младшей группе, соревновалась в исполнительском мастерстве с участниками семи и девяти лет. Соня спела «Дороженьку» совсем не детскую песню, а человеческой судьбе. Девочка призналась, сложнее всего на сцене было передать эмоции. Она сложна тем, что ее надо петь с душой, а у меня не всегда получается. Там именно надо показать жизнь, объяснить душой. Душевность исполнения Софии Борзовой оценила конкурсная комиссия. Девочка получила звание лауреата первой степени. Зареченцы также были удостойны наград в номинациях «Ансамбль» и «Фольклорный театр». Подводя итоги фестиваля, члены жюри отметили высокий уровень конкурса и профессионализм его участников. Не было таких, которые приехали ради того, что просто нужно участвовать. А действительно все старались занять какое-то призовое место. Вот это на самом деле радует. Всероссийский фестиваль-конкурс «Забавы вокруг печки» состоялся в Заречном впервые. И у этого творческого форума есть все шансы стать еще одной доброй традицией нашего города. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».